Привет, дорогие друзья! Сегодня на этом канале вы увидите, как Петр Алексеевич Порошенко пытается подмять под себя то, чего он еще под себя не подмял. Представляете, есть еще такие сферы жизнедеятельности в Украине, которые еще не под Петром Алексеевичем. Сегодня вы увидите кое-что не безинтересное, я убежден, что вам будет это интересно. А сейчас мы показываем видео, которое мы показываем традиционно, которое у нас уже, я уже даже забыл, хотел сказать 790 там какое-то, я не помню, какой это номер. Эти номера, значит, людей, которых мы публично показываем в этих роликах. Это не значит, что мы кого-то, что мы показываем всех, да, есть определенные люди, я уже объяснял, которые на территории Украины находятся, на территории подконтрольной Киеву находятся. И эти люди не желают, я не особо виню, знаете, не желают афишировать нашу помощь. Ну, окей, это не люди, связанные там с какими-то политическими вещами, это в основном это дети, да, в основном это люди, у которых проблемы, там какие-то болезни. Почему я считаю вот эти ролики очень важными? Они, я знаю, они набирают меньше просмотров, они там, некоторые люди не хотят их вообще смотреть, потому что часто людям не нравится смотреть там на большую-то, да, вот. Но я считаю это важным, ибо, ибо, если бы каждый из нас, я, слава Богу, не бедный человек, да, мог определенную какую-то часть, если бы не бедные люди, каждый из нас не бедных людей, мог какую-то часть давать тем, кто на самом деле нуждается, это было бы круто. Есть понятие десятины. Десятину относят в церковь и закрывают глаза, и все, типа, я не хочу знать, что там будет. К сожалению, я сейчас вижу, во что часто превратились протестантские церкви в Украине, потому что я придерживаюсь именно христианства с протестантским уклоном. И тут не прокатит закрывать глаза на то, что, на то, что вот ты отдал эту десятину, что они с ней делают. Я вижу этих пастырей, вот таких вот. Я вижу людей, которые призывают к войне, я вижу людей, которые могут оправдать убийство, если они считают, что это убийство правильное. Христианин не может оправдывать убийство. Христианин, мусульманин не может оправдывать убийство. Верующий человек не может оправдывать убийство. Да и вообще нормальный человек не может оправдывать убийство. Поэтому я предполагаю и полагаю, что, скорее всего, лучше, знаете, выйдите и дайте кому-то, кто нуждается, из тех, кого вы знаете. Не давайте нищенке на улице, потому что она такая же нищенка, как мой товарищ, который недавно купил новый Мерседес. Давайте тем, кого вы знаете, давайте, если вы хотите кому-то что-то дать, давайте своим родственникам, которые нуждаются, я не знаю, то есть помогайте, помогайте людям. И вы знаете, вот это вот круговорот добра в итоге замкнется на вас же, я убежден, я уверен в этом, и аминь. Абакумова Людмила Александровна, 1936 года рождения. Работала я на заводе «Донецгормаш». Я Чуднявцева Тамара Александровна, родная сестра, потому что это ее фамилия Абакумова, это мужа. Наша родовая фамилия Чуднявцева я, Тамара Александровна. Я имею стаж 50 лет. Три тысячи девяносто один рубль, а сколько копеек, не помню. А у меня две тысячи, две, три, сколько, что у меня две двести восемьдесят пять. Это три тысячи русских, а так у меня тысяча четыреста девяносто два гривны. У нас так вот получилось, мы выживаем, потому что мы вдвоем. Я своего рождения. Коренная дочанка. Ну да. А я приезжаю, там у меня в Волновавский район, как, Хлебодаровка. У меня там брат, троюродный он. Ну я к ним езжу. Я говорю, принимайте сепаратистов. Он смеется. Какие мы сепаратисты, ради бога. Это давай я расскажу, быстро. Подожди, подожди. Значит, когда купил дед, дом был уже не очень в хорошем состоянии, потому что крышу дед перекрывал. Это мы знаем от мамы. От мамы, потому что папа наш погиб в 42-м году. Нас отца, мне пять лет было, когда началась война, а сестре три года. А как военных вели? Очень первые дни, когда мимо нас вели такую, я не знаю, наверное, колонну военно-пленных. И они были окровавлены, все кричали, пить, пить. Наши, наши немцы вели. Немцы вели. Наших солдат в плен взяли. И тетя Надя схватила ведро, кружку, значит, им туда, значит, в воду, в воду, в воду им. Немец как побежал с ружьем, с автоматом за ней. Я не знаю, как он ее не застрелил. Он ее хотел застрелить. Вообще нас хотели всех, когда немцы отступали, они, я так думаю, что они хотели всех нас собрать здесь, вывезти туда. Здесь недалеко, вот за Одесской, даже Одесская, там дальше это все был, называли мы выгон. Туда собирали коз, коровок, там, я знаю, вот это, там не было домов. Вот, они нас собирались вывезти туда, как женщины потом говорили, и расстрелять всех. Мы не успели. Не успели. Быстро наступали наши войска. Быстро наступали в горлок. Нас, мы с сестрой и мамой в кладовке там спали на полу, а немец, кровать забрали нашу, там, все, ну ладно. Вот, и провели им, катушка такая была у них большая, с красной проволокой, телефон, телефон. И бежит ночью этот солдат и кричит, хорловка, хорловка, русишь горловка, русишь горловка. И он подскочил, и они собрались, и мигом все уехали в Мариуполь. Они отступили в Мариуполь. Ну, если бы они не отступили, потому что я, вот, всех военнопленных они собрали, бывший назывался клуб Ленина. Расстреляли. Они жили там, вот, очень хорошо помню, 27-я школа, они здесь жили, 25-26-я школа, там все сожгли. И, в общем, жили они здесь очень много, было, развалины здесь были. Ну, а мы выживали, мама ходила менять, вот, там, она сама с деревни тут, Новомихайловка. Вот, она, ну, пойдет к сестрам, ну, хоть что-нибудь дадут капельку, там, это. А тут, это, деда, в общем, кормила деда, тетку и нас вдвоем. А отец наш умер от ТИФа. От ТИФа папа умер в 42-м году, он работал здесь на заводе и занимался, в последний день, в начале войны, он... Вывезли оборудование от завода, он грузил. Ответственный был за вывоз оборудования, все, в Сибирь. В Сибирь. А мы уехать не успели просто. Это ужас. Это ужас. Меня, знаете, что удивляет, что вот эти вот все эти страны европейские, которые, собственно, спровоцировали, помогали этому перевороту, что они помалкивают. Они помалкивают, идет прямое нарушение прав всех, и украинцев, и нас. Прямое нарушение. Они все помалкивают, как будто их это совершенно не касается. Из себя демократию строят, вот, а это самое, а здесь людей вообще. А вот это началось с этой, с Бендеровщины, и давно началось. Еще, еще при этом, рыжий президент... Янукович? Да ну, Янукович. Рыжая эта тварь. До Ющенко. Кучма, Кучма. Украина, рыжая тварь. Украина, это не Россия. И с него началось попустительство. А, собственно, попустительство началось с самого раздела, с Крамчука. На Библию ложил руку и присягал, присягал, это, коммунист. Как это ты, коммунист бывший, как бы то ни было, но ты бывший коммунист. У тебя что-то осталось в душе, да? Подожди, Люда, с самого начала, при этом самом разделе, когда Ельцин, когда этот самый, этот Кравчук и этот Белорус из Казахстана, Назарбаев, он же тоже тогда был. И они, когда разделили, они сразу же решили, каким-то образом сохранить видимость или невидимость, а все-таки содружество этих стран. Особенно стало возрождаться... При Ющенко. Ющенко, тогда же этих американцев. Когда донецкие тоже не хотели голосовать, я не помню уже этот период, и он, как он приходил и ногами двери открывал, в обком и так далее, Ющенко здесь со своей бригадой. Ни на что не променяю, ни на что не променяю. Дело все в том, что он, это, не пластмассовый, и он металлический, да. И у него холодильная камера, она на всю эту. Холодильная камера такая маленькая, и он холодит везде хорошо. А вот у Тамары она купила холодильник пластмассовый, вот этот, нордовский. Я говорю, неси-ка мне борщ, там прокиснет. 40? Нет, Тамара. Или 50? 50. 50. Донбасс 2. Как раз мы купили уголь. Спасибо огромное. Вы не представляете, как вы нам помогли. У нас закончился уголь. Осталось на 3 дня. А тут начались холода. Я говорю, Том, ну что делать? Что делать? Я говорю, пойду в исполком просить, ну хотя бы тонну угля, чтобы бесплатно дали. Или хотя бы тонну угля. Говори быстрее, ее такси ждет. Или хотя бы за полцены. Я пришла к этому, к депутату, написала заявление. Ой, да это не ко мне. Я говорю, ну а к кому? Я же к кому-то должна прийти. Он послал меня к другому. Ну, это только так. Помощи может быть. Ну полторы тысячи вам хватит. Я говорю, хоть что-нибудь дайте. У нас денег уже нет. И топить не. Это чудо великое. И вы знаете, он еще меня отправил к начальнику отдела соцсобеспечения. И подсказал ей, смотри, все в пределах закона. Все в пределах закона. А она сказала, будете круглым инвалидом, только тогда вам выделим, и неизвестно, это будет ухо или щебет какой-нибудь. Сахарный диабет у меня. Я говорю, а сколько вам лет? Или 82. Ну, если бы вам было 85, или если бы вы болели туберкулезом, или если бы вы... Или рак, или... Рак, или... Сейчас еще. Ну, что, инвалидность. Нет, сахарный диабет с этими уколами каких. Инсулиновые. Если бы инсулиновый сахарный диабет. Я говорю, да нет, у меня 9,6, но я инсулином еще не пользуюсь. Соберите, соберите справки, справка от врача, ты-ты-ты-ты-ты. Аморально была убита. Я говорю, боже мой, такой стаж работы. Вы не представляете, как вы помогли. Субтитры сделал DimaTorzok.